Зал Заходишь сюда задолго до спектакля, садишься у своего столика и в зеркалах видишь собственное отражение Постепенно твоя собственная жизнь отходит на второй план Открывается маленькая волшебная коробочка грима и ты постепенно преображаешься Реальность ежесекундно удаляется, и ты забываешь о том, что происходило в твоей жизни еще несколько минут назад Мгновенно отрываясь от земли этой грешной, попадаешь в совершенно иной мир Мир мельпомены, мир театра Еще несколько мгновений, и ты уже чувствуешь неописуемый родной запах кулис И знакомый шум зала Там, за закрытым занавесом, зритель Твой зритель, который верит в тебя Верит, что буквально через несколько минут ты поведешь его за собой в свой неповторимый мир А мир этот ему просто необходим И вот перед тобой раздвигается пурпурный бархатный занавес Затем тебя ослепляет волшебный блеск огней рампы, как бы разделяя тебя от твоего зрителя Однако тебе удается разрушить эту мнимую стену И ты проникаешь в сердца людей, заражая их своим миром Два-три часа пролетают словно мгновение И уже слышны благодарные аплодисменты Значит, еще один день прожит не зря Зритель расходится, унося с собой тебя, твой мир, твое сердце, твою жизнь А ты еще долго сидишь в гримерке перед собственным изображением И постепенно возвращаешься в действительность Насколько бы она не была жестокой Но ты счастлив Сегодня тебе удалось прожить еще одну жизнь Которая, безусловно, оставила на твоем сердце еще один едва заметный рубец Добрый вечер Парадоксально, конечно, что мы сейчас беседуем по интернету Тем более из Еревана в Москву Но что поделаешь, ситуация такая Ну что же, начнем с самого начала Ереван, 1971 год В Ереване родился мальчик, которого назвали Карен К моему счастью, я был знаком с вашим папой, с Юрой Который работал у нас на радио звукорежиссером Великолепный человек, царство ему небесное Не раз я с ним сотрудничал, тоже работал, у меня записывал А с мамой не был знаком Мама, кто была по профессии? Можешь маму представить? Да, могу, мама Была и есть Она химик Мама химик Причем когда, вот в 1971 году, когда я родился Она еще училась в политехническом институте Затем она стала делать Такую серьезную научную карьеру Она работала в ИТОХе Институтом органической химии А дальше вот как-то семья столкнулась с таким банальным С банальными бытовыми проблемами Я маленький, школа, значит непонятно кто должен меня в школу отводить, встречать Кроме мамы было некому И в итоге мама моя бросает свою научную карьеру и просто приходит в ту школу, где я учусь Лаборанткой устраивается работать А через несколько лет начинает преподавать И на сегодняшний день она просто великолепный педагог химии Она химию преподавала и в Ереване, потом в Москве И сейчас просто очень много Она стала готовить Она стала преподавать в Москве в школе при первом меде И большое количество уже сейчас врачей действующих Это собственно вот ее ученики, которые учились у мамы Отлично, а в какой школе вы учились? Какая школа была? 132 А, 132 Это рядом с нами практически А вот мне интересно, Ереван 70-х, 80-х Какие у вас воспоминания о Ереване 70-х, 80-х? То, чего нету, к примеру, сегодня Каким был театральный Ереван тех лет? Я думаю, что вы интересовались уже театром тогда? Ну, конечно, театром я не просто интересовался Как-то так, я вот сколько себя помню Я все время в театре И так как папа мой работал очень активно с разными театрами Сотрудничал с разными театрами Еревана Я просто свое детство помню и в Русском театре Станиславского И в Театре кукол, и в Драматическом театре, в Тюзе То есть я постоянно с папой на каких-то встречах, на репетициях Я поэтому, знаете, мне очень сложно Я не как бы что-то сказать о том театре тех лет Потому что, ну, я все равно на него смотрел глазами На глазами ребенка Для меня же тогда не было разницы Между, скажем, театром Армении и театром России Или каким-то другим театром В любом случае, тот театр, который я впитывал в себя Это были театры Еревана В те годы, в принципе, был такой великолепный театр Который назывался Театр Дружба Благодаря которому приезжали сюда Великолепные театральные коллективы Да, 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 конечно, конечно Это, 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 помню Прекрасные, прекрасные гастроли Я помню еще в 80 В каком-то в 87 году Был прекрасный фестиваль На который и Додин приезжал Со спектаклем «Звезды на утреннем небе» Да, да, я помню Да, Рижский русский театр приезжал В общем, Тбилинский театр Кого только не было, на самом деле Я помню, это действительно БДТ Сатира приезжала сюда Таганка приезжала сюда Я помню, очень много Лучшие спектакли мы смотрели здесь Так как не было возможности Постоянно ездить в Москву В Питер туда, вот, в Киев Я вспоминаю тот вот Ереван Те театральные, театральные годы Те, да, вот, моего там Детства и юности Ну, для меня это была какая-то такая Абсолютная, абсолютная сказка То есть, может быть, даже, да Сейчас какие-то вещи анализируя Уже сегодняшними глазами Сегодняшними мозгами Может быть, что-то Там было, может быть, и чуть-чуть наивно Или чуть-чуть Я не знаю Сложно отделить Все равно для меня тогда Тогда все равно театр Это был вот Театр Станиславского, да Театр, куда я приходил с детства Все равно, вот, я помню Свои детские впечатления Они связаны вот с этим С этим волшебством Я представляю, тем более В эти годы, на самом деле, театр Как бы золотая эпоха театра была Очень многие актеры, в принципе К сожалению, сегодня их нету Многих в живых нету Многие уехали отсюда Так что Мне посчастливилось Работать с ними Выходить на сцену Я это отлично помню В эти годы В 80-е годы особенно Карен, вот, вы поступили В художественно-театральный институт Но до этого, насколько я знаю Вы занимались Александром Самсоновичем До поступления А мастером у вас был Ерван Казанчан Вот, два мастера Вот, что они вам дали Вот, два мастера В принципе, они немножко Разноплановые режиссеры Разные Но, что-то общее было Вот, то, что они вам дали Вы знаете, мне, на самом деле С ними очень повезло Очень повезло мне Потому, что Да, они разные Но это Они оба И Ярван Качатурыч И Александр Самсонович Они Люди Абсолютно преданные театру То есть Они, главное Чему они меня научили И тот, и другой Может быть, разными методами Как-то вот С разными Подходами К этому мы шли Но театр Это главное Вот, самое главное В жизни театра Вот этой вот Абсолютной Абсолютной преданности Театру Преданности Профессии Требовательности К себе Требовательности К Вообще Ко всему К нюансам То есть Театр не может быть Вот каким-то Он не может просто работать Вот, мне кажется Вот это Вот это главное А отличие Ну вот Если говорить Про Ервана Хачатуровича Он Он учил Каким-то таким Очень Простым Казалось бы Бытовым вещам Вот Режиссер Должен нести Ответственность За все Вы знаете Вот Режиссер Не пытайтесь Сесть куда-то сбоку Режиссер Должен Сидеть Во главе Стола И Ну что называется Держать удар Вот знаете Что вы это Должны Уметь То есть Какие-то Очень Очень Как Может быть Тогда по молодости Казалось Какие-то простые Примитивные вещи Хотелось Да Может быть Что-то там Эдакого Нет А он Вот каким-то Таким Ремеслу Вот Именно Каким-то Таким Ремесленным Крепким Настоящим Корневым Вещам И вот Этой Преданности И вот Этой Вот Опоздать Например Невозможно Было На урок Если ты Опоздал На На секунду Ты Вылетал Из аудитории Ты туда Не мог Войти Это Дисциплина В этом отношении Самсоныч Тоже Было Очень Строгим Естественно 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 Самсоныч Самсоныч Там Прелесть Конечно Была Самсоныч В том Что Когда он Начал Со мной Заниматься Он еще Речь Шла о том Что он Меня Готовил Для поступления В ГИТИС И Самсоныч Именно Со своей Питерской Школой Он Мне Давал Совершенно Потрясающие Книги Которые Ну Понятно Что Да Станиславский Работа Актер над собой Моя жизнь В искусстве Которую Мы с ним Сидели Разбирали Там Потрясающие Книги Там О Мер Хольде О Питере Бруке Точно Не о Питере Бруке Изняюсь Книги Питера Брука Пустое Пространство Тогда Книж Других Книг Пока Еще Не Брук Вот Но Там Герчаков Режиссерские Уроки Там Акимов Тот же Вивен По-моему Его Педагог Да Ну естественно Да Да То есть Это В общем На самом деле Спасибо судьбе Но знаете Самое главное Когда вот Я помню Там Я там Сижу в кабинете Жду На репетиции Александра Самсоновича И вот И вот Его шаги По Коридору Я слышу Эти приближающиеся шаги Причем Это не просто шаги Это бег Человек Человек Который Знаете Это вот Сгусток Сгусток Энергии Это такой Ну как бы Человек Театр Влюбленный В театр Просто Театр Просто Ну как бы Светящийся Этим театром Если можно так сказать Совершенно Согласен С вами Причем Я помню Да Вот я помню Скажем Да Я там Сидел на репетициях У него довольно часто В общем даже Вот там Ревизор Вот первая Первая еще версия Ревизора Изначально Мы с ним что-то сидели Там обсуждали Там Макет декораций Эскизы Вот Я помню Репетиции Когда Вот То есть Он Ну какой-то Простейший Простейший эпизодик И Александр Самсонович Там Вылетал На сцену Там Через каждое Пять минут Предлагая Актерам Кардинально Кардинально Другое решение Сцены Вот Может быть Вот это тоже Из уроков Которые я От Александра Самсоновича Тем не менее Фактически Окончив Художный театральный институт Вы Сделав Уже Три постановки В Ереване Две постановки В русском театре Одну В Тюзи Молера Вы все-таки Решили Уехать Отсюда Уехать В Москву И Москва Театральная Я представляю Как манила Молодых Выпускников Людей Которые В принципе Любят театр Предали театру Но довольно-таки Много трудностей Было В Москве Я представляю Но вы преодолели Эти трудности Судя по тому Как вы начали работать И как продолжили Вот Какая Москва Вас встретила Я-то изначально Изначально Был Устремлен Был нацелен На Москву То есть действительно Москва Москва Конец Тем более Конец 80-х Начало 90-х Это При всей Там Может быть Холоде Разрухе Это был Какой-то Это был Пул Это Это Огромное количество Театров Студий Открывшихся Это Это понятно Это вот еще Понимаете Это только-только Еще там Я еще там Приехал в Москву Ну я и в годы учебы Приезжал в Москву И до еще учебы В Ильбанском То есть это только-только Ушел Эфрос То есть еще последние Спектакли Эфроса шли Это Привозили на гастроли Спектакли Некрошуса Это того Это спектакли Перасмане Вот я помню Привозили Это Это появился Вдруг Молодой Режиссер Виктюк Тогда 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 казалось Считался Новый Молодой И Да Мхат Да Современник Маяковка Гончаров Маяковка Ленком Но кроме этого Репетировали Такое ощущение Что просто В центре города В каждой подворотне В каждом дворе В каждом Просто На чердаке То есть вот везде Были какие-то театры Студии Кто-то из них Выживал Кто-то не выживал Но вот этот Вот какой-то Безумный Дух Вот эта вот Радость театра Она просто Била ключом Естественно Хотелось туда Естественно Я изначально Был туда Устремлен Где вот это Вот все Кипит и бурлит И я очень благодарен Ерван Хачатурыч Александру Самсоновичу Потому что Ерван Хачатурыч Сделал совершенно Потрясающую вещь Он на третьем курсе Предложил мне Поставить спектакль В тюзи На большой сцене И я третий курсный То есть на самом деле Вот эти главные Да он научил Каким-то Какому-то ремеслу Да Каким-то азам А дальше он меня Просто вот Бросил Туда Кучину Как котенка В общем С очень сложной пьесой Мольера Господин де Пурсанья И Заслуженный Артем Да Заслуженный артист Тогда был Сан-Трусиан То есть был И сейчас он есть Дай бог Армен Сан-Трусиан Понимаете И вот я тогда 20-летний мальчишка Прекрасные Тюзовские актеры Анаит Бабелян Которая сейчас Вообще не изменилась С тех пор Да и Сан-Трусиан Такой Вот Но И вот я Там в 20 Не знаю 21 не исполнился Уже или нет Я не помню Я выпускаю спектакль На большой сцене Мольер Песни Танцы И так далее Все замечательно Ну как замечательно Я чуть не умер И понятно Что В какой-то момент Уже на выпуске Ирван Хачатович На помощь пришел Но очень корректно Очень все Очень В общем я им очень Благодарен За все И дальше Сразу Александр Самсонович Мне предлагает Мне Студенту Вступить Поступить на работу В штат Русского театра И я За 21 год Становлюсь Режиссером Постановщиком Ереванского Русского Домогического Пятера Имени Станиславского Я штатный режиссер Но при этом Я все еще Учусь на институте И он мне дает Ставить то Что я хочу То есть я ставлю Пьесу Набокова Изобретение вальса Сложнейшая пьеса То есть я понимаю Что я сейчас бы Даже еще Пришел бы К кому-какому-нибудь Там Кудруку С идеей Постановки Этой пьесы Мне бы там Покрутили у виска И сказали Ну А соберем ли мы Зрителя А будет ли это Интересно А там То-то-то А Александр Самсон Говорит Да, Карен Хочешь, давай Дальше была Женщина вне игры Это Рэй Тигана Мелодрама И дальше Можно было бы Работать и работать В Ереване В Русском театре Но Но я же уже Был на это Знаете Энергия выделена Настроен Нацелен На Москву И Вот вы сказали Про Москва Как Москва встретила Трудности Я вот Не знаю Не заметил Как бы С какими-то Особыми трудностями Я не столкнулся То есть Причем я когда Приехал в Москву Конечно я понимал Что даже если я сейчас Наверное Будут трудности Я все-таки вернусь Обратно в Ереван Но как-то сразу же Марк Григорьевич Розовский Взял меня В штат Режиссером В театру Никитских ворот И дальше Все понеслось И поехало Я ставил Спитаку Розовского Параллельно Значит Вот в те же годы Открылся театр Джигарханяна Он открывался Двумя спектаклями Один из которых Был мой спектакль Тоже по Мольеру Был мой спектакль Казакин Такой Мольеровский фарс И Валерий Юрьевич Валерий Юрьевич Саркисов Тоже Армянского происхождения Режиссер Поставил Там Маленькие трагедии Пушкинские Там дальше Возникли Вот эти вот Какие-то Свои проекты Параллельно Я делал Параллельно Меня пригласили Значит Вот возник такая Возник При СТД Такая авторская сцена Сейчас это называется Лаборатория Тогда еще слова Такого не было Драматургические Режиссерские Лаборатории Когда собираются Актеры Там за 10-15 дней Иногда больше Иногда меньше Ставятся спектакли Вот дальше Меня пригласили Вот тоже Вот по линии Этих лабораторий В Америку В театральный центр Юджина у Нила И как-то Понимаете Вот я все И вот У меня такое ощущение Пока не случился Этот карантин Я последние Последние 26 лет Или 27 лет Я все время Вот 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 На бегу Ну насколько я знаю За 26-27 лет 63 постановки Я насчитал Это по Википедии Да Я посмотрел И причем В разных городах И в разных странах Да Ну тут еще самое главное Я где-то еще Мне все не хватало Мне было мало Я еще сделал свое Назвал это Свое дело Театральное Назвал Театральное товарищество Старый театр И значит И стали мы получать Гранты От Департамента культуры Москвы На постановке Спектаклей Спонсоры стали нам Помогать Да У нас не было Своего помещения Мы арендовали Площадки Но Я ставил там Современные пьесы Я в рамках Вот этого своего Театрального товарищества Старый театр Поставил Сараяна В горах Мое сердце Поставил Растана Романтики Там Современная пьеса Чайная церемония Строганова Сергей Носов Замечательный Драматолог Питерский Его две Три даже Пьесы Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дальше прекрасные города Таганрог, прекрасный Чеховский театр, фантастический город Таганрог, абсолютно, такой, знаете, антикварный. Такое ощущение, что вот сейчас вот идешь по улочке Таганрога и вот сейчас вот где-то за углом дома встретишь Чехова. Фантастический театральный Омск. Не театральный, в общем-то, там, главное, автозавод Тольятти, но с очень интересным театром Колесо. То есть, в общем, и пошли вот какие-то вот эти вот приглашения, это интересно было. Ну как, было и есть. Вот вы сейчас перечислили столько городов интересных, даже стран, я знаю, что, вот вы сказали, в Америке ставили, насколько знаю, в Праге ставили. Везде свой зритель. Вот какой зритель вам запомнился больше? В каком городе или в какой стране, может быть? Ну так, да, опять же, про страны говорить, да, вот я, например, там, еще не перечислил, там, Алмату, Алматинский русский театр с всем своим замечательным. Аплодисменты. У меня вот такое удивление, что, в принципе, я каждый раз этому удивляюсь, одинаковый зритель везде. То есть, зритель реагирует на, когда на сцене что-то происходит, настоящее, живое, зритель на это реагирует по-живому, простите за банальность. И я сколько раз себя ловил на мысли, когда я в какой-то момент в каком-то театре, находясь, репетирую, я забываю, в каком я нахожусь городе, в каком я нахожусь, нахожусь, в какой стране я нахожусь. Я не могу сказать, что прямо вот есть, да, есть определенная театральная культура. Вот если говорить даже не про восприятие спектакля, да, а про вот Таганрог, в общем, да, небольшой город. Но зрители ходят туда, как-то, знаете, как-то очень ответственно. То есть, там можно увидеть и там женщину, там шляпка, таблетка, вуаль, мужчина в тройке, в галстуке. Ну, и это касается и молодежи. Театр-храм. Есть театры, где приходится там напоминать, что там и капельдинерам, что я вас прошу после третьего звонка категорически в портер нельзя, нельзя этого делать. А есть города, тот же Таганрог. Там никто, они себе не позволят даже войти в зал после третьего звонка. Кстати говоря, у нас вот наш ереванский зритель чем отличается? Я никогда не забуду, вот один пример всего лишь приведу. Это было, по-моему, в 70-х, если не ошибаюсь, конец. Театр Ленком привез в Ереван, значит, Гамлета в постановке Тарковского. Ну, все звезды там, Чурикова, Янковский, все, Солоницын играет Гамлета. И что вы думаете, спектакль провалился в Ереване. После первого акта практически зал опустел. Зритель не принял эту постановку. Ну, бывает. Бывает. Ну, я не знаю, я не знаю, кого тут винить. Ну, не совпало. И это, на самом деле, это нормально. Это нормально. Я как раз-таки, на самом деле, для меня гораздо большие проблемы, даже это не проблемы, даже это просто я даже, ну, вещи недопустимые, когда, ну, какое-то зрительское бескультурье, я имею в виду, когда человек в верхней одежде, я понимаю, что у нас, да, это травма, эти 90-е годы, когда было холодно, и люди сидели в шапках, в пальто, в зрительном зале. Но сейчас бывает, что, ну, нормально, ты объясняешь, да, в зале тепло, все хорошо, гардероб работает. А человек вот, ну, я, например, я не могу в верхней одежде войти в зал театра. Просто, там, будь то репетиция, или, там, не обязательно в день спектакля. Я не могу в шортах войти в театр. Просто не могу. Карен, вот изучая ваш репертуарный лист, по-моему, любой человек, грамотный человек, может догадаться, что классика для вас на первом месте. В общем-то, в вашем репертуарном листе там большинство Шекспир, Мольер, русские классики, Чехов, Гоголь, Набоков и так далее и тому подобное. Вы не понимаете меня, я вас не понимаю, и сами мы себя не понимаем. Кажется, мы знаем слишком много винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению, или по двум-трем внешним признакам. Я сам не понимаю. Мне кажется, или... Впрочем, нет. Видишь ли, что я хотел сказать? Мне кажется, что я тоже. Надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты. Верил я не так, как все. Я женился не так, как все. 20 лет, мы все уже герои. За все беремся, все можем. А в 30-ти уже утомляемся, никуда не годимся. И вот мне встит жизнь, с которой я боролся. Надорвался я. Вот что это означает? Вам современная драматургия как-то не по сердцу? Вы считаете, что актеры должны воспитываться на классике, в первую очередь? Вы знаете, я тут в противовес могу сказать, что есть совершенно замечательные драматурги. Сергей Носов, четыре пьесы, которые я поставил. Александр Строганов, тоже сколько, пять его пьес я поставил. Я постоянно принимал участие в лабораториях, фестивалях, фестивалях именно современной драматургии и ставил современные пьесы. Нет, у меня никакого, никакого такого табу на это нет. Я ставлю то, я беру то, на что у меня в данный момент отзывается душа. То есть я чувствую, что сейчас надо, хочется ставить вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Насколько я помню, в трех кукольных театрах вы делали постановки. И не каждому режиссеру это удается, драматического театра режиссеру ставить в кукольном театре. Я понимаю, что за куклами опять стоят актеры, но все равно, чем вас привлекли куклы? Ну, это отдельная история. Опять же, отматываем, возвращаемся в детство. Вот я был совершенно помешан на театре кукол. Вот в нашем ереванском театре кукол я просто, я там жил, дневал, ночевал. Я смотрел спектакли из зала, я смотрел спектакли из-за кулис, там наверху были такие, такие мостки. Я смотрел сверху, я не вылезал из сахов, опять же, благодаря там папе. Я в театр кукол был совершенно влюблен, я был уверен, что я буду заниматься и только этим. Я, в принципе, понимал, что я режиссер, именно режиссер театра кукол. То есть я в школе где-то перестал учиться, где-то с какого-то, с шестого класса. Я там организовал театр кукол, и вот все время мы, значит, занимались. Нас отпускали с уроков, у меня там были какие-то целые мастерские, причем про нас там писали в газете «Пионерская правда», там какие-то передачи по радио про нас были. То есть я так активно занимался театром кукол. И отец меня все пытался даже отговорить. Отец все говорит, зачем, ну что, ну какие куклы? Отец вообще периодически говорил, тебе в МГИМО надо поступать, вот дипломат. Вот какой театр, какие куклы? Именно куклы. Вот. А потом как-то пошло и поехало так, что вот почему эти куклы постепенно оттеснились. Но это именно постепенно произошло, потому что второй педагог на курсе был Рубен Марухян, который, когда я учился, он был главный режиссер театра кукол. И даже речь шла о том, что я дипломный спектакль буду ставить именно в театре кукол. И я это очень хотел, но дальше как бы Герман Хачатурыч сказал, что нет, Карен, иди ко мне в тюз. Вот. А дальше я... Да, кстати, когда я приехал в Москву, первый театр, куда я пошел, это театр Образцово. То есть вот эти куклы жили, жили... Ну, я пошел, да, мы поговорили, они сказали, нет, режиссер вам рано, а у нас своих режиссеров много, а в актеры мы вас с кукольной взять не можем из-за роста, вы не поместитесь за ширму, ну вот, на том и разговор был закончен с Образцовым театром кукол. Но я просто во всех городах, когда я прохожу мимо театра кукол, у меня учащается сердцебиение. Господа, что это вы стоите? Пожалуйста, садитесь. Слушай, в чём такой суши нужно постоять? Слушай, в чём? Без чинов, прошу, садиться. Я не люблю церемонии. Напротив, всегда стараюсь проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя. Только выйду куда-нибудь, уж и говорят, вон и Волна Александрович идёт. Один раз меня даже приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвакта и сделали ружьём. Ну, после уже офицер, который мне очень хорошо знаком, говорит, Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Скажите, как? С хорошенькими актрисами знаком? Да. Вы знаете, я ведь тоже разные ВДВ-чики. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Ну, бывало, часто говорю ему, Ну что, брат Пушкин? Да так, брат, бывало, отвечает. Так как-то всё. Большой оригинал. Так вы и пишите. Как это должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, и в журналы помещаете. А, и в журналы помещаю. Да, во их, впрочем, много из сочинений. Женитьба Фигаро. Да. Роберт Дьявол. О. Норма. Да уж и названий всех не упомнил. Да и не хотел писать, всё случаем. Но театральная дирекция мне говорит. Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь. Ну, думаю, себе и зволь, братец. И кажется, в один вечер всё написал. Всех изумил. У меня... Пчелом бьём, ваше милости. Не погуби, государь. Обижательство терпим совсем по-натасному. От кого? Отгородничьего здешнего. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Во, схватит за бороду, говорит. Ах ты, татарин! Ну, я думаю, будет ещё возможность сделать постановку в Театре Кукол у нас в Ереване. Ну, на самом деле, мы даже об этом говорили с Рубеном Бабаяном. Но много дел, планов, связанных с Театром Станиславского. И, в общем, как бы... Если вдруг такая возможность появится, если я в какой-то момент пойму, что это возможно реально, то я был бы счастлив, если бы это осуществилось. Плавно перейдём к Театру Станиславского. Вот уже больше года вы возглавляете этот театр. Но что интересно... Скоро два. Да, уже скоро два. Вот скоро два года, но за два года практически две постановки. Это «Ромео и Джулета» и «Храбрый Назар». Недавно была премьера, несколько месяцев назад. «Ромео и Джулета» и «Храбрый Назар». Вы даёте возможность работать также и с другим режиссёром. Вот постановки делает Ира Арутюнян, делает Нора Григориан, Роберт Акупиан сделал постановку на малой сцене. Вот фактически вы из тех режиссёров, которые не признаёте монополию главного режиссёра в театре. Так я понял? Я правильно понял? Да. Здесь, опять же, нет... Я просто считаю, что в данной... Вот сейчас, вот на данном этапе развития театра это правильно. Мне это нравится, когда репетируется одновременно много спектаклей, когда репетируют разные режиссёры, когда спектакли разные, разножанровые, когда актёр пробует и так, и так, и так, и так, и бежит с одной репетиции у одного режиссёра на другую репетицию, к другому режиссёру. Мне... Это не то, что, знаете, у меня какая-то такая убеждённость, что должно быть именно так, или должно быть нет, как-то именно иначе. Но вот сейчас, сегодня, вот... Мне это нравится. После вашего прихода в театр очень много интересных изменений было. Вот я имею в виду процесс работы. Я, например, не помню, чтобы в театре пошла бы работа с актёрами по сценической речи. Фактически ваша супруга Дарья занималась с актёрами сценической речью, и это очень полезно. Это, я считаю, это необходимо просто. Не только в нашем театре, вообще в любом театре. После этого вы организовали вот молодые актёры, по-моему, если не ошибаюсь, восемь актёров поехали в Грузию, шекватили туда вот на тренинги, тоже очень полезные курсы были. Вот подобные занятия будут продолжаться в театре в дальнейшем? Или это просто был такой период? Нет, обязательно. Это обязательно. Это необходимо. Это необходимо. И актёры прекрасно понимают, что это необходимо. И речь, и, значит, я веду переговоры о том, что, может быть, и танцевальные тренинги у нас будут. Опять же, есть надежда, что сейчас вот эта вот прекрасная летняя театральная школа в Шекветиле всё-таки состоится, несмотря вот на пандемию. Потому что и в этом году она тоже должна была состояться, но понятно, что уже не в эти сроки. Но есть надежда, что в конце лета, опять же, наши молодые актёры поедут на эти тренинги в школу Шекветиле. Это, ну как, это обязательно. Это как балетный, балетный жанр. Обязательно делают станок? Без этого просто невозможно. Я вот наблюдаю за многими спектаклями вообще. И в Ереване, кстати, не только в Ереване, за московскими тоже. В моду вошли так называемые коммерческие спектакли. Они какие-то, в основном, они какие-то второсортные. Вот как вы относитесь к коммерческим спектаклям? Нужны ли вообще эти спектакли? Не портят ли они актёров? Сложный вопрос. Я за коммерческий театр. Вот так я вам скажу. Что я имею в виду? Коммерческий театр, я имею в виду не второсортно-третисортную пьесу, которую там на скорую руку как-то сварганили. И, в общем, благодаря каким-то пиар-ходам, не знаю, продали билеты. Я не знаю. Хотя, я не знаю, театр, опять же, я за то, что театр должен быть разным. И таким тоже. И коммерческим он тоже должен быть вот таким. Наверное, есть публика, которой нравятся такие спектакли. Но я за коммерческий, я, понимаете, вот коммерческий драматург Шекспир. Коммерческий драматург Чехов. Они коммерческие. Они живые. Они интересные. Если в театр не продаются билеты, это плохо. И вот, понимаете, вот мы сейчас делаем такой эдакий странный спектакль. Вот он там, вот он фестивальный, вот он не для всех. Кстати, для этого у нас есть в театре Станиславского, к слову, малая сцена. Она вот сейчас активно стала у нас функционировать, малая сцена. И слово коммерческий, оно не ругательное. Но там должно быть все равно искусство. Ну, к сожалению, у нас понятие коммерческий театр очень часто совпадает с понятием некачественной драматургии. С халтурой просто. Ну, понятно, почему это происходит. Потому что, естественно, Шекспир или Чехова ты не можешь сделать за пару-тройку недель. А какую-то такую незамысловатую пьеску. Ну, это все, это естественно, вы понимаете, это, это, с этим ничего не сделаешь. Это не то, что у нас. Это всегда, везде, во всем мире. Это было, это есть и это будет. Фактически, вот мы говорили, что ваша супруга Дарья, она тоже, как говорится, человек театра, преданный театру. Актриса, она вот занимается сценической речью. А дочь ваша, Анна, у нее есть гены? Перешли актерские гены? Ну, дочь Анна вроде как наконец определилась. Она будет поступать во ВГИК на режиссуру мультимедиа. О, интересно. Да, мультимедиа это, то есть нам объяснили, что вот Чебурашка это анимация, а Аватар это мультимедиа. Вот, то есть там есть анимация отдельная, есть мультимедиа. Она вот именно выбрала режиссуру. Ну, это абсолютно ее выбор, и мы никак на нее не влияли вообще, чем ей заниматься. Она, то она хотела быть, то она художник, то она писатель. Вот, но как-то вот, то она в Литинститут хотела поступать, но сейчас вот как-то вот определились. Вот так. Ну, в общем, все равно далеко от нас не ушла. Карен, значит, у меня вот в программе есть такая рубрика, где вам задают вопросы пользователи Фейсбука. Сусанна Оганасиан, которая представляет Россотрудничество, там она вот заведует культурой в Россотрудничестве здесь, в Ереване. Добрый день, Карен Юрьевич. Сегодня мир столкнулся с новой реальностью, в результате которой многие виды искусств перешли в режим онлайн-венщаний. Наивно спрашивать о преимуществах живого общения со зрителем. Но интересно узнать, есть ли свои плюсы у дистанционного онлайн-общения со зрителем? И вопрос-ответ, пророчество все о том же. Как вы думаете, новые условия жизни со временем найдут отражение в творчестве современных драматургов? Ну, мы, естественно, да, мы с вами же понимаем то, что, конечно, театр, театр — это живое общение. Как только театр переходит онлайн-вещание, это уже не театр. Все равно есть какие-то энергетические потоки, которые экран не передаст. Вот Петра Новымовича Фоменко, спектакль «Волки и овцы». И для него в свое время, но это известный факт, для него было очень важно, какими духами душилась Галина Тюнина. Это тоже была часть режиссерской концепции, что зритель должен был ощущать именно вот этот запах. Онлайн, да, сейчас мы вынуждены, вынуждены все перешли как-то на эти онлайн-трансляции спектаклей. И, знаете, очень может быть, что из этого, что это даст толчок для какого-то жанра отдельного, да? То есть, как есть уже там, да, все равно есть телеспектакль, есть спектакль, есть телеспектакль. То есть телеспектакль — это же не просто там спектакль, там, снятый одной камерой. Это там, кстати, в советские годы вообще был целый телетеатр. Были там известные постановки Эфроса того же, Виктюка, Марка Розовского. И если вы помните, в понедельник, по понедельникам... По понедельникам. Да, по понедельникам. Причем и в Ереване были тоже телепостановки. Если, не дай бог, эта история еще затянется, то имеет смысл, если мы не сможем играть на зрителя, то не просто спектакли, снимать видеоспектакли, а именно заняться вот... Телетеатром. Телетеатром, да. Да, да, вот такой телевизионной продукцией, снятой именно сегодня, именно вот для этого. А, кстати говоря, я вот уже сколько времени наблюдаю, просматриваю. Я не знаю, нужна была пандемия, чтобы вот эти все старые спектакли, которые сегодня не идут в театрах, но они, оказывается, сняты, записаны, чтобы просто снова вы напомнили, представили. Это великолепно. Я сидел вчера, смотрел спектакль театра сатирой. 91-го года спектакль с Женей Графкиным, Соросевой. Я огромное удовольствие получил. Да, да, в этом, конечно, тоже есть прелесть, конечно. Когда, то есть, то есть мы и не знали, что эти спектакли существуют. А сейчас есть возможность их смотреть. То же самое наши спектакли, нашего русского театра. Сколько спектаклей показали фактически в онлайн-режиме? Конечно, то, что мы сейчас вот, да, вспомнили. Старые наши спектакли, это очень хорошо. А про то, что, как будет дальше тема пандемии, как будет пьеса коронавируса отражена в современной драматургии. Да не нужно это нам, мы уже сыты этим, хватит еще в драматургию лезть. Да, вы понимаете, как интересно. Например, история, связанная с изоляцией, с карантином, слово вылетело, карантин. Это же основной поворот в пьесе «Ромео и Джульетта». Отчего все произошло? Дело в том, что там этот отец Лоренцо написал письмо, которое должно было дойти до «Ромео», и все, «Ромео вовремя приехал». Но дело в том, что он дал письмо брату Джованни, и брат Джованни говорит, объявили карантин. Это написано у Шекспира. И поэтому я не смог это письмо довести. Вот, собственно, все. И вся трагедия и произошла. Причем раньше для нас это было не так близко. Следующий вопрос Инна Мерзоян вам задает. Она представитель греческой диаспоры Армении. И вопрос связан с Грецией. Здравствуйте, Карен Юрьевич. Поскольку само слово «театр греческого происхождения», то думаю, что вопрос об античной литературе будет вполне уместен. Не планируете ли вы когда-нибудь воспользоваться творчеством древнегреческих драматургов? Планирую. Это очень хорошая драматургия. Я делаю в том, что действительно, спасибо за этот вопрос. «Царя Дип», пьеса Сафокова. Она живая. Она может звучать при всей ее древности, звучать современно. Наш армянский театр, он обладает теми ресурсами актерскими, чтобы играть вот эту вот древнегреческую драматургию. И если говорить о пьесах, которые я держу в голове, в режиссерском портфеле, как можно назвать, это «Царя Дип», и это «Лесистрата», комедия «Аристофана» и «Птицы». «Аристофановский». Я очень хочу в Ереванском русском театре сделать греческую трагедию или комедию, пока не знаю. Следующий вопрос, вот последний вопрос, вам задает бывший актер нашего русского театра Юра Зелинский, который уже 18 лет, как уехал из Еревана, живет в Стокгольме, к сожалению, не занимается уже своей профессией, другая профессия у него. И Юра вам задает такой вопрос. Знаю, что в Москве вы попробовали свои силы и на телевидении, и в кино. Это ваша авторская программа «Улыбнись» на бывшем кабельном телеканале «Столица». Ну и, конечно, являясь режиссером кинокомпании «Амедиа», вы принимали участие в создании двух сериалов «Любовь как любовь» и «Не родись красивой». Театральные режиссеры обычно ревностно относятся, когда их актеры подрабатывают в дешевеньких сериалах и на телевидении. Как вы относитесь к этому? Ну, я очень рад получить вопрос от Юры. Прекрасный Юра Зелинский, который играл в двух моих спектаклях. Юра Зелинский играл в «Изобретение вальса» Набокова. То есть это моя, собственно, такая... Один из первых моих спектаклей. И в «Вне игры» у него была замечательная, замечательная роль врача, немца. Прекрасный Юра, очень Юру люблю. Спасибо, что Юра с нами. Ну, вопрос по поводу, как я к этому отношусь. Ну, это уже мы, в общем, с вами эту тему немножко затронули, да, про коммерцию, про искусство и коммерцию. Очень хочется. Я, в принципе, я актеров отпускаю. Я понимаю, что надо зарабатывать. Надо у ребят семьи. Но я... Знаете, мне, наверное, нам повезло. Наверное, у нас в Ереванском русском театре имени Станиславского очень хорошая труппа. И вот я где-то в самом начале сказал, что, ребят, я прекрасно понимаю, я готов отпускать на съемки. Но вы, пожалуйста, тоже этим не злоупотребляйте. И практически, ну, может быть, там, кроме одного, случая злоупотребления не было. Меня очень радует, что вот наши, все понимают, наши актеры театра, что все-таки театр, дом – это прежде всего. Очень хотелось бы, чтобы было бы хорошее кино, хорошие сериалы. Я вообще верю в хорошее. На самом деле, понимаете, все возможно. И телетеатр, да, да. Потому что действительно он был с традицией. Он был, я помню, опять же, благодаря отцу, который вот и на телеспектаклях работал. Я помню, я помню эти замечательные телевизионные постановки. Да, и, понимаете, и сериалы могут быть действительно очень хорошие, очень качественные. Ну, надо, как говорит один чеховский герой, персонаж, говорить, надо дело делать. Ну, я представляю, за эти дни сколько планов у вас уже возникло в голове, связанных уже с театром Ереванским? Нет, кроме того, что в голове, кроме того, что в голове, я еще и мы начали с нашими художниками работать онлайн над спектаклями. То есть у меня сейчас лежит уже за это время, у меня лежит готовое, значит, оформление, готовая эскиза, решение сценографии для одного спектакля. Не буду пока называть. Вот. Нет, работа, конечно, это... Понятно, что ты тут перечитал и старые пьесы, и новые пьесы. Ну, это все уже хочется, хочется. Я говорю, уже с Артуром, нашим прекрасным художником, и с Инессой художественного костюма, мы уже, значит, с Инессой, мы в процессе, с Артуром у нас уже готовая эскиза, уже просто декорации можно начинать делать. Но хочется еще... Хочется репетиться, и сейчас хочется, если нет возможности репетировать, с большим количеством актеров, значит, есть вариант взять пьесу на двух артистов и репетировать ее вот в таком камерном. Кстати, такое решение Министерство культуры приняло. Вот недавно Араха Змалям встречался здесь, вас не было здесь, с худруками театров и вообще коллективами творческими. Да, и вот задача была поставлена такая. Это на связи все время. Нет, все это я знаю. Все это знаю, да, да, да. И опять же, благо у нас в театре есть, вы прекрасно помните, знаете, этот двор закрытый наш. Да, то есть в этом дворе можно репетировать, в этом дворе можно в конце концов играть спектакли даже. Есть у нас этот вот балкон, то есть уличный, уличный могут быть. Да, кстати, я вдогонку еще должен сказать, что у нас и кроме того, что я говорю, что я в это время работал с художниками, но у нас вот там один актер, там Манвел Хачатриан, который пробует себя в режиссуре, выпустил спектакль «Долгий путь слонов», он начал репетировать в Зуме пьесу на трех артистов. Значит, параллельно еще вот договариваются, встречаются пока так вот, соблюдая все нормы санитарной безопасности, еще у нас актеры, которые сейчас вот в эти дни репетируют во дворе. То есть процесс, он не останавливался, то есть вообще он, может быть, знаете, вот как бы вообще мы бездействовали, ну, в смысле, вот как бы не было репетиций, ну, может быть, неделю, не больше. Я понимаю, что сейчас за это время просто сейчас все так изголодались. Ну, еще бы, конечно. Да. И актеры, и зрители изголодались, все изголодались. Да, да, да. Так что вот. Ну, дай бог, если нам этот период был дан для того, чтобы мы как-то так вот выдохнули, как-то оглянулись, все равно какая-то переоценка ценностей произошла, как ни крути. Посмотрели старые спектакли, почитали новые пьесы, и дай бог, дай бог, чтобы сейчас мы радостно, 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 радостно и активно стали бы творить. Вот. Спасибо вам. Еще раз вам спасибо. До встречи в Ереване, до встречи на премьере, на премьере нового спектакля в театре. Да, да. Я очень верю, что это будет очень скоро. И я верю. Я верю. Конечно, конечно. Ха-а-а! Ереванский государственный русский драматический театр имени Станиславского представляет спектакль по Ованесу Туманяну «Храбрый Назар». «Храбрый Назар» «Храбрый Назар» «Храбрый Назар» Субтитры создавал DimaTorzok